Продолжение следует... Когда пришла в Авито, первый год отвечала за продукты для профессиональных пользователей. Через год, в период витка вертикализации компании, перешла в вертикаль авто. Там мы довольно серьезно продвинулись в улучшении байерского и селерского опыта покупки автомобилей и продажи. И сейчас я отвечаю за вертикаль товара. И мой основной фокус сейчас лежит на вертикале товара, на развитии вертикальных продуктов, вертикаль товара. Фото с вейксерфинга тут не случайно. Очень важно всегда быть в балансе и на волне. Отрасль у нас динамичная. Авито — это компания, в которой ежедневные челленджи. Соответственно, это мне помогает еще также и в ежедневной работе. Так, ну и перейдем к теме доклада. На самом деле, я хочу начать с истории нашего любимого продукта «Авито-доставка», прежде чем мы перейдем к теме любимого продукта и какими же свойствами он должен обладать. Небольшая история. Я думаю, что большинство из вас знают «Авито-доставку», кто-то пользовался ей, кто-то что-то читал про нее или знает о ее существовании. Но еще год назад, когда как раз я присоединилась к команде, опыт покупателя и продавца выглядел следующим образом. Покупатель находил нужный ему товар на «Авито», мог его оплатить. Эти деньги резервировались до момента, пока продавец не отправит посылку. И когда покупатель принимал посылку, в этот момент продавец мог вывести деньги на карту. Казалось бы, все довольно просто. Наша была задача довольно быстро проверить гипотезу, что мы можем осуществлять сделки на платформе и покупателю обеспечить полный опыт не только поиска товара, но и получение его в руки, не встречаясь с незнакомцами, не встречаясь с продавцами. Мы запускались довольно быстро. Наша задача была проверить, насколько мы можем качественно оказывать эту услугу и насколько наши пользователи будут в ней заинтересованы. И несколько этапов для того, чтобы запуститься в том числе быстро и сократить time-to-market пропустили. Что у нас, как происходило, как пользователи наши видели наш продукт. Продавец, продавцу, когда он публиковал объявление, мы понимали, что мы можем его доставлять, автоматически к объявлениям подключалась доставка. Когда продавец был готов уже вывести деньги после того, как покупатель их получил, он вводил полные реквизиты карты, в том числе и вводил ICVV-код, из-за того, что мы довольно быстро тоже поддержали базовую интеграцию с банком. Ну и, соответственно, продавец, селлер вводил по отдельной ссылке, в отдельной форме полные данные карты. И когда покупатель, если вдруг ему товар не подходил, или по каким-то причинам он его не устраивал, или он не соответствовал описанию, то, соответственно, он без проверки какой-либо на пункте выдачи заказов или на почте России, он просто его уклал обратно в коробочку, ну и отдавал, и отказывался от товара. Что же у нас по факту произошло? Это, на самом деле, наверное, три такие базовые проблемы, с которыми мы столкнулись, когда в период пандемии сервис доставки приобрел совершенно новый характер, и когда у нас начали масштабно расти транзакции на платформе. Расскажу поподробнее, чем для нас обернулось масштабирование такого подхода MVP. А продавцы, когда у нас появился такой большой пик получения заказов, которые не знали зачастую о том, что к ним подключена доставка, мы не делали анбординга ни на этапе подачи, ни в личном кабинете о том, что существует сервис доставка, и продавцы могут им пользоваться осознанно. Мы стали получать довольно большое количество отказов от того, чтобы отправлять товар нашими службами доставки, и, соответственно, покупатели получали сразу на старте негативный опыт. И мы уже по результатам опроса видели, насколько покупатели, столкнувшись первый раз с негативным опытом, когда продавец отказал ему в отправке товара, они уже воспринимали этот сервис как тот сервис, который не может решать задачи непосредственно покупки и доставки, ну и, соответственно, отказывались от него и переставали им пользоваться. Вторая большая проблема — вот это наша довольно быстрая интеграция с банком, которая позволяла выводить деньги продавцу после того, как покупатель получил товар, породила огромное количество фишинговых схем. Я думаю, что не секрет ни для кого, когда пользователь вводит данные с ее карты, это довольно должна быть безопасная и нативная среда, в которой он сделает. У нас происходило так, что мошенники и такие ребята, которые специализируются на фишинговых схемах, разрабатывали огромное количество сайтов, страничек, похожих на Авито, и даже зачастую, может быть, где-то и лучше, чем Авито, и тем самым обманывали наших продавцов. Что же еще происходило дальше? Мы столкнулись с довольно большим количеством подмен. У нас на пунктах выдачи заказов не проверяли, то есть не было такой инструкции у сотрудников проверять товар, когда его возвращают на соответствие описания. Соответственно, у нас появилось довольно большое количество случаев, когда покупатель получал товар, заходил, например, в примерочную, с точки зрения, там, нельзя его проверить, или отворачивался, и мог положить туда вместо брендированных очков какие-то простые дешевые очки с рынка за 500 рублей, или вместо телефонов, там, кусок мыла, это довольно частая такая уже наша метафора, которую мы использовали, когда запускали уже сервис проверки целостности и комплектности товара. Соответственно, в связи с этим у нас очень сильно выросла нагрузка на Customer Support. Мы в какой-то момент, когда стало расти количество заказов, перестали справляться с обработкой запросов, и довольно серьезно было нарушено СЛА. Была проблема еще в том, что когда в какой-то момент терялся товар, или он был сломан, наша служба поддержки не успевала обрабатывать этот кейс, иногда до месяца доходило решение проблем покупателя или продавца, чтобы выяснить, где затерялся товар, и что мы ему должны вернуть деньги. Ну, как следствие, мы получили довольно большое количество негативных отзывов в сети, огромное количество статей по поводу мошенничества, обманов или неработоспособности нашей поддержки. И самая большая проблема, которую мы как Авито получили, что отсутствие доверия, то есть, стало барьером номер один в использовании Авито и для покупателей, и для продавцов. Вот такая у нас история с запуском EBP-доставки случилась. И прежде чем перейти к тому, как надо было, и что мы сейчас у себя поменяли, коротко хочу такую небольшую историческую справку сделать. Еще 10 лет назад, когда мы активно начали, ну, 10 лет, наверное, порядка 10 лет назад, активно стали использовать подход EBP в разработке продуктов, понятно, что тогда это была такая прям панацея от всех бед. Мы до того, как стали использовать EBP, очень долго могли писать ТЗ, долго согласовывать с этой колдерами, разрабатывать. Иногда конкуренты запускались раньше нас, или мы запускались уже с тем продуктом, который устарел. Но при этом мы понимаем, что, используя EBP, мы довольно сильно сокращаем time-to-market, мы можем быстро итерироваться, проверять гипотезы. И тут, наверное, важный аспект, когда мы принимаем решение про использование EBP, важно понимать, на каком рынке мы работаем. И если сейчас перейти к теории, то на самом деле отличий EBP от MLP довольно большое количество. Я думаю, что вы там запросто найдете любую статью, таблицу, чем EBP отличается от MLP. Но вот прожив наш опыт на конкретном продукте доставкой и еще на ряде сервисов Авито, я вывела такие, наверное, 4 ключевые отличия. И в целом MLP, конечно, тоже не волшебная таблетка, которая сделает наш мир прекраснее, продукты наши все замечательными. Здесь очень важно понимать, в какой ситуации и на каком рынке, и в какой компании вы находитесь, для того, чтобы принять решение, запускаете вы EBP, используете вы подход EBP или MLP. Очень коротко. Если вы хотите быстро и дешево проверить гипотезу, то, конечно, MLP всегда будет дольше и дороже, потому что MLP обладает атрибутами эмоциональной составляющей, брендовой составляющей. Это, конечно, тот продукт, который пользователь, которым начнут пользоваться, не только функциональный, но и который обеспечит определенную привязанность и эмоциональную связь с сервисом. Если цель быстро проверять гипотезы на новом рынке, то, конечно, здесь можно и нужно использовать EBP, потому что супер важен time-to-market, и время здесь крайне важно. Но если, как в примере с доставкой, мы запускаем сервис на уже сформированном рынке в компании с очень известным брендом и репутацией, то здесь EBP совершенно не подходит. То есть у пользователей, которые пользуются доставками на других сервисах, уже есть совершенно четкое понимание того, как должен работать сервис и ожидания. И EBP здесь, пожалуй, только навредит, ну и может привести к абсурдной ситуации, что мы не только не проверим никакой гипотезы, но и можем еще сделать какие-то неправильные выводы, потому что пользователь от сервиса, который уже существует на рынке в крупных компаниях, ожидает соответствующей не только функциональной роботоспособности, но и соответствующей эмоциональной связи. Ну и, наверное, последний вывод ключевой. Если, конечно, вы молодой, бодрый стартап, вы, конечно, можете запускать EBP с косяками, которые никак не проэффектят ни на вашу репутацию, ни на ваш бренд. Но если вы такой сложившийся бренд, как Авито с огромной аудиторией, то здесь, конечно, нужно действовать более осторожно. И мы для себя чуть больше года назад приняли решение, что мы хотим в наших подходах, даже в быстрых наших запусках, использовать подход запуска любимых, минимально любимых продуктов. Это очень важная составляющая, которую мы сейчас довольно как культуру меняем и уже приняли внутри компании. Что же на практике мы поменяли в Авито? Сейчас у нас есть внутри такой процесс, он называется продуктовый портфель. Практически все крупные инициативы мы приносим на продуктовый комитет, и команда фронтмен проекта продукта пичит о том, что он собирается делать, какой ожидается результат, рассказывает про образ решения, ну и, собственно, что и для чего мы делаем. Появился обязательный раздел в этом документе. Это насколько каждый запуск и каждые вот эти большие изменения в развитии соответствующего продукта или функциональной области влияют на Trust and Safety. То есть это для нас сейчас слом вот этого барьера, отсутствие доверия к Авито является ключевым. И мы каждую, каждую инициативу оцениваем риски, насколько она может повлиять на то, что подорвется доверие, что мы получим большее количество различных хишинговых, мошеннических схем, и наши пользователи, соответственно, не будут защищены. Если мы понимаем, что инициатива им несет за собой риски, то мы отправляем команду на доработку, соответственно, команда прорабатывает, старается закрывать риски, ну и дальше, соответственно, выходит на новую итерацию с тем, чтобы мы максимально эти риски были закрыты. Следующее большое изменение, которое произошло, на самом деле, не совсем давно, меньше года назад, кастомер-суппорт стал частью продукта. И теперь все продуктовые команды, продуктовые лидеры, они также отвечают за ключевые метрики кастомер-суппорт. Тут важно понимать, особенно в продукте доставка, то, что наши пользователи, покупатели, продавцы там разного уровня, из разных сегментов, они создают впечатление о сервисе не только то, что мы делаем в онлайне и можем проанализировать на наших дашбордах и статистике. Важна трансформация сознания, которая произошла в организации, то, что это весь цикл взаимодействия с сервисом, в том числе и с кастомер-суппорт. В доставке супер критично важно, насколько быстро решаются вопросы или проблемы, которые связаны, по сути, с материальным владением того или иного товара или с деньгами, которые могли зависнуть, вовремя не прийти, не появилась кнопка, чтобы вывести деньги. Поэтому сейчас мы довольно четко поставили себе KPI по тому, как должен исполняться SLA в разных каналах, в которых обрабатываются запросы пользователей. Каналы под каналами, я подразумеваю, почту, звонки, чаты. Мы смотрим и следим сейчас за показателями, которые отвечают за кастомер-сатисфекшн и за то, что пользователи остаются не удовлетворены обработкой своих запросов. Соответственно, у всех продуктовых команд сейчас один из ключевых фокусов, чтобы мы не только минимизировали количество запросов, но и чтобы качество обработки этих запросов оно также росло. И конкретно в нашей команде, которая отвечает за сервис доставка, мы вывели показатель. Contact rate — это отношение количества запросов к общему количеству заказов. И в связи с тем, что мы начали очень бурно расти, мы себе поставили очень четкие фокусы во всех командах по снижению contact rate. То есть на практике это означает, чтобы мы, по сути, снижали отношение количества запросов к росту количества заказов, когда мы начинаем кратно в геометрической прогрессии расти на горизонте года. Что мы поменяли в продукте? То есть с апреля месяца, когда я присоединилась к команде, мы обнаружили как раз вот эти большие зоны уязвимости, когда покупатели и продавцы сталкиваются с очень негативным опытом взаимодействия с сервисом. Первое, что мы сделали, это убрали автоматическое подключение доставки на объявление продавца и стали, по сути, продавца мотивировать это делать. То есть мы добавили анбординг на подачу объявления в личном кабинете, рассказываем на различных наших разделах соответствующих продавца сайта, рассказываем, что можно использовать доставку, что она увеличивает продажи, ускоряет продажи, какие есть преимущества. И что произошло? На самом деле мы очень переживали, что когда мы уберем автоматическое подключение доставки, мы очень сильно просядем в количестве объявлений, доступных к доставке, что наши продавцы, перепуганные репутацией доставки, о том, что кругом обман и мошенничество, начнут подключать доставку. По факту да, на 10% у нас упало количество объявлений, которые доступны к доставке, но что интересно, что низ воронки практически не изменился. То есть мы убрали, мы дали возможность продавцам, которые действительно на тот момент не готовы были работать с доставкой, ее отключить, они осознанно стали отключать, а те, кто подавал объявление, подключать. И мы из, наверное, ключевых успехов сократили в два раза причину отмены, продавец отказался отправлять товар. Тем самым мы еще и улучшили опыт покупателей. Тут, наверное, как резюме, то, что мы, улучшив опыт, где-то просадили метрики, но по факту сильно улучшили customer experience и не потеряли в количестве заказов. Это на горизонте там довольно быстро. Сейчас уже, конечно, мы эти 10% компенсировали, и расскажу еще, что мы для этого делали. Совсем, кстати, недавно, около месяца назад, команда запустила такую программу, мы называем это гарантия защиты продавца. То есть мы очень хотим, чтобы наши продавцы перестали опасаться того, что с их товаром что-то произойдет в процессе транспортировки или они столкнутся с каким-то мошенническим случаем. И мы, по сути, разработали такой гарантийный страховой случай для наших продавцов. И теперь обязуемся защищать его от того, что если заказ потеряется, или покупатель в какой-то момент испортит или подменит товар и отправит его обратно, или кто-то, используя вот эти фишинговые схемы, обманул продавца, прикрываясь авито-доставкой. Буквально за первые две недели мы увидели, что продавцы наши активно начали подключать доставку, понимая, что они под защитой авито, и авито обязуется очень быстро решать их проблемы, если они в какой-то момент возникнут. Следующее, что мы сделали, на самом деле выглядит довольно, наверное, очевидно, то, что мы начали запрашивать обратную связь после каждой сделки, но, наверное, может быть, для кого-то это тоже будет инсайтом, как и для меня, человеком, который работал всегда в диджитал и никогда не работал на стыке в продуктах с оффлайном. Мы, по сути, если чуть-чуть отойти от конкретного кейса, мы, по сути, когда работаем только в диджитал, мы очень хорошо видим все, что происходит с нашими пользователями на наших дашбордах, воронках, любой аналитике. Но когда мы говорим про доставку, и товар выходит за пределы, диджитал выходит за пределы сервиса, там уже появляется довольно большая зона неопределенности. И как раз вот сервис запроса обратной связи после того, как сделка закрыта, он нам позволяет понять, а что же происходило там на пунктах выдачи заказов, какая была очередь, комфортно ли было сдавать заказ, не просили ли лишних денег за упаковку. И в итоге мы после запуска получили такое количество инсайтов о том, что реально происходит в оффлайне. И сейчас выстраиваем систему, как отрабатывать все эти кейсы с нашим многочисленным, там, тысячным количеством пунктов выдачи заказов, там, почты России. И это довольно хорошо нам помогает и развивать продукт, ну и, соответственно, растить оценки, когда пользователь остался доволен существующим опытом. Что же у нас в итоге произошло с точки зрения метрик? Да, к сожалению, не все метрики я могу показывать в цифрах, могу только вот в относительных величинах рассказывать. Мы, начиная с мая месяца, когда начали заниматься тем, чтобы сокращать количество запросов, соответственно, ну, очевидно, там, первое, что мы сделали, отритинговали эти запросы, выделили топ и начали с ними разбираться с точки зрения продукта. На самом деле, довольно интересный кейс, вот если вы увидите ступеньку, там, где-то летом, которая произошла, довольно серьезная, у нас был кейс, что в отделениях Почты России не во всех работает хорошо интернет. Почта России находится у нас даже в самых маленьких городах и селениях, и когда сотрудник выдает заказ, он не всегда успевает быстро проставить статус, что заказ быдан. Соответственно, покупатель уходил с товаром домой, а продавец не мог вывести деньги, и он начинал очень сильно переживать, и у нас был в топе запрос, где мои деньги, я не вижу кнопки вывести деньги. В итоге мы поняли, что, скорее всего, проблему быстро с тем, чтобы был доступен интернет, и отделение Почты России по всей стране работали прекрасно с интернетом, и все сотрудники очень быстро проставляли статус о том, что товар выдан, и мы для конкретных кейсов просто дали эту возможность покупателю нажимать кнопку, что заказ получен, товар получен, все в порядке, и, соответственно, селлер получал информацию о том, что можно вывести деньги, и прекрасно выводил. Соответственно, вот мы такую большую ступеньку сразу сняли по количеству запросов, но и, соответственно, покупатели-продавец получали бесшумный опыт, и никто не переживал, не нервничал. Да, что происходит с удовлетворенностью? На самом деле, здесь, да, цифры можно показать. Это оценки 4 и 5, которые ставят пользователи, когда решается их проблема в Customer Support. Как я уже говорила, на самом деле, проблема решения вопросов и запросов в Customer Support складывается не только из того, что у агентов есть вся исчерпывающая информация и вовремя. На самом деле, мы здесь тоже очень много поработали, чтобы вовремя информировать о предстоящих запусках, и чтобы агенты успевали обучаться тому, что у нас не только в моменте произошло, а что у нас будет происходить в ближайшие 2-3 недели в продукте. Но и помимо того, что у нас выросло качество и скорость обработки, у нас, соответственно, агенты стали лучше, быть лучше обученными, соответственно, быстрее стали решать вопросы, с которыми обращаются покупатели, продавцы, наши пользователи. Ну, и, наверное, самый ключевой слайд из всего этого, как мы можем судить о том, что продукт действительно становится любимой. Мы выросли по количеству заказов пять раз за последние девять месяцев. И ключевое, можно на самом деле сказать, что да, можно вырасти за счет маркетинга, за счет снижения цены на доставку. Все это мы тоже делаем и активно используем все наши мощности и ресурсы. Но ключевое, то, что у нас значительно, то есть в два раза вырос ретеншн за такой короткий промежуток времени. На продукте, который уже существует четыре года назад, существует четыре года, в «Зрелой компании». На самом деле, на моей практике это впервые, когда мы начинаем реально инвестировать ресурсы в продукт, который должен стать эмоциональный и любимый. Вот так прокрашиваются основные показатели и цифры. Да, на самом деле, на этом моя презентация заканчивается. Мы начали готовить презентацию в день Святого Валентина. День прошел, а сердечки остались. Поэтому, что хочется сказать в конце, мы для себя, как компания сделали выбор. Мы используем MLP-подход. Сейчас он для нас целесообразен. Будем дальше планировать его и развивать, и применять. Но это не панацея. Нужно всегда, конечно же, включать голову и понимать, в каких случаях все-таки уместен MVP, а в каких MLP. Все. Спасибо большое за внимание. У меня рассказ как раз закончился. Ир, большое спасибо. Ты не представляешь, насколько здесь живой, активный чат был. Потом обязательно почитай. Здесь есть очень интересные и вопросы, и комментарии, которые можно прям брать в работу, представлять, какую большую работу затаскивает Ира, если вот здесь вот так взрывается чат. Есть интересные вопросы. Давай несколько задам. Давай. Все точно не успеем. Ну, наверное, первый задам по теме, потому что несколько человек спросили, насколько в среднем MLP разрабатывать дольше, чем MVP. Может быть, на каких-то конкретных примерах получится рассказать, потому что сложно ребятам сравнить год, месяц, день. Да, ну, на самом деле, на кейсах, которые я показывала, вот с точки зрения осознанного подключения доставки, это было вообще несложно. Ну, то есть мы добавили промежуточный шаг на этапе подачи объявления, добавили, ну, сделали лендинг, добавили часть точек входа на этот лендинг в кабинете продавца, и это, правда, не выглядело как вот там rocket science задачей, и, соответственно, все продавцы были проинформированы, они понимали, что их ждет, когда они получали запрос уже на отправку товара. На самом деле, как-то еще тоже короткая история, я как-то ездила, когда пришла в направление, поехала в кастомер-суппорт и сидела с агентами на связи, и меня больше всего восхищало, когда селлер первый раз получал заказ, он звонил в службу поддержку, говорил, боже мой, боже мой, что произошло, я получил какую-то информацию, и наш агент выполнял такую психотерапевтическую беседу о том, что все нормально, это сервис-доставка, вы не бойтесь, наоборот, вы тут защищены, вы можете смело отправлять, выбирайте пункт выдачи. Это к вопросу о том, что тут, наверное, среднюю температуру не вывести, потому что это была легкая доработка, мне кажется, это один спринт, ну, мы там какое-то время, наверное, продискаверирули, подумали, и спринт заделиверили, но при этом мы причинили добро и нашим агентам, и пользователям, но при этом, например, про внедрение целостности и комплектности, когда мы начали бороться с подменами, это большой такой процесс в оффлайне, он требует обучения большого количества людей, поэтому здесь, но мы понимаем, для чего мы это делаем, в общем, поэтому здесь, может быть, там работа растянута на месяц. Окей, спасибо. Есть еще несколько человек, которые прям плюсуют к вопросу, как оцениваете риски влияния на Trust and Safety? Сложный вопрос. Да-да-да. На самом деле, у нас есть прям целый набор метрик про Trust and Safety, но, наверное, скажу, как есть. У нас на этот год, вот конкретно прям у меня и командой в персональных целях есть цель по снижению обращений по конкретным кейсам. Вот. Это обращение в нашу службу поддержку, там, или через определенную форму, когда мы принимаем, ну, видим сообщение, что кого-то обманули, или, ну, да, кого-то обманули, или произошли какие-то подмены, или кто-то, прикрываясь авито-доставкой, вытянул деньги, и человек может действительно предоставить подтверждение. Мы просто все эти кейсы очень активно считаем, их оцифровываем и ставим себе таргеты по их снижению. При этом мы понимаем, какие схемы порождают эти кейсы, ну, и, соответственно, их в продукте фиксим и через обучение, и через заменение сервисов. Вот. Поэтому сейчас вот конкретно мы оцениваем супер в цифрах и довольно четко смотрим, как у нас снижается такое количество запросов. Угу. Окей. Вот есть еще интересный вопрос. Ты показывала экран, где мы просили оставлять отзыв о том, как пришла сделка. Да. Вот. И очень спрашивают, а почему нельзя сделать рейтинг покупателей и не приводит ли это к недовольству продавцов токсичными покупателями? Вообще, есть ли такая тема? Да, да. Ну, на самом деле, мы скоро его уже запустим. Да, я не знаю, почему. Да, мы просто, ну, это до него еще не дошла очередь. На самом деле, мы, да, запустили. Теперь в рейтинге продавца можно увидеть еще подсвеченные отзывы, которые были получены после совершения доставки. То есть мы считаем, что эти отзывы очень качественные, потому что мы видим, что реально между покупателем и продавцом состояла сделка, запрашиваем отзывы, ну и, соответственно, их публикуем. То есть эти отзывы невозможно накрутить, потому что они прошли через нашу транзакцию. И мы подсвечиваем продавцов, которые получили именно отзывы через нашу авито-доставку. Ну и в ближайшее время у нас появится, да, репутация покупателем. Там один из топ-запросов от селлеров, потому что, когда ты отправляешь товар, очень важно видеть и обратную сторону, насколько можно этому человеку доверять. Ну, здесь как раз пример приводили такси. Почему я как в такси не могу оценить и продавца, и покупателя? Окей. Вот еще такой тоже интересный вопрос. Ты говорила о том, что мы сейчас боремся с подменами, когда возвращаем товар. А защищаемся ли мы как-то от ситуации, когда продавец и покупатель сговорились и просто хотят от авито получить возврат и какую-то гарантию? Да, но на самом деле в оффлайн-мире устроено так. Когда я приношу товар на почту или пункт выдачи заказов, я должна его показать. То есть его, конечно, в ста процентных случаях, наверное, это не происходит, но сотрудник почты или ПВЗ, он должен проверить о том, что этот товар действительно соответствует описанию, потому что в системе видно, что за товар должен быть принят к доставке. И, соответственно, он его упаковывает, то есть мы приносим не в упаковке товар, упаковка вся, кстати, упаковка вся бесплатная, если с вас просят деньги, не платите, упаковка включена в стоимость доставки. И сотрудник упаковывает, при вас можете сфотографировать, чтобы это было безопасно и отправить в чат покупателя о том, что вы отправили товар, вот его упаковали. Соответственно, когда покупатель получает товар, мы даем 15 минут на проверку, он обычно проверяет, соответствует описанию или нет, нормально ли он доехал, ничего не сломано. И если что-то не так, по идее, ну не по идее, в процессах наших предусмотрено, что человек, который принимает обратно, он опять сравнивает, что он принимает тот товар, который получил, который только что выдал. Вот это называется, да, по терминологии логистики проверка целостности и комплектности. Поэтому в целом сейчас таких случаев их нет совсем. Ну то есть вот на наших радарах их нет. Они после этого запуска, ну то есть исчезли. Слушай, очень интересно, я сама про это не знала. Круто. Есть еще один вопрос, наверное, последний, и потом будем сомневаться. Насколько сильная зависимость метрик доставки от волн короны? Ну, конечно. Скажем так, наверное, первый пик он произошел, конечно, когда совсем все закрыли. То есть я в тот момент еще занималась только вертикалью авто, но бум роста доставки, он был, конечно, заметен, потому что люди, во-первых, а, действительно стали покупать и продавать много стафа различного, особенно различного спортивного снаряжения на авито. Кто-то стал распродавать свой беспорядок в очередной раз, и, конечно, доставка там приобрела совершенно на новый характер, ну, и мы вот как раз там получили довольно большое количество кейсов, потому что объем сильно вырос. А последующие волны, они уже не так были заметны, ну, и плюс мы там с апреля прошлого года, когда пришли в команду, начали активно инвестировать уже в сам продукт, и уже там сложно отделить, где мы специально что-то сделали, или, может быть, была очередная волна. Ну, и плюс маркетинговой активности. Вот поэтому первый пик был очень заметен, потом уже... Спасибо большое, Ир. Мне кажется, лучший фидбэк на этот доклад просто в одном вопросе, как устроиться на работу в авито к Ирине, спрашивая здесь один человек, но мы уже сбросили ссылки на вопросы. Спасибо большое, Ир. Было, правда, интересно. Несмотря на то, что мы работаем вместе, все равно мне тоже было безумно интересно послушать особенно ответные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok